ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Была идея. Собрать в один отряд группу необыкновенных людей. Э, не-не, не этих, пораньше. Чтобы вместе мы стали чем-то большим. Да и не этих, ещё раньше. И когда понадобится? Ну вот, то, что надо. 2003 год. Объединение кучки неизвестных героев в одном фильме до того, как это стало мейнстримом. Ты можешь, конечно, и дальше рассказывать нам сказки. Нас этим не взять. Лига выдающихся джентльменов. За штурвалом проекта режиссёр первого Блейта Стив Норрингтон, 78 миллионов бюджета и фундамент истории, основанной на одноимённой серии комиксов от 1999 года. За авторством Алана Мура, который уже подарил миру два отличных комикса. В, значит, Вендетта и Хранители, которые также будут экранизированы в 2005 и в 2009 году соответственно. Кстати, а вы слышали о Князе Проценте и его книге? 69 плюс минус 1 равно адхок. Разброс мнений об этой книге поражает. Кто-то называет её грязной, непристойной. Самая сексистская книжка, которую я читала. Впечатление, что эта книга была написана для того, чтобы взбесить женскую половину общества. Другие считают роман гениальным перформансом. Потрясающий перформанс. Что-то на уровне Павленского, а может быть даже и выше. Третьи сравнивают загадочного автора с Виктором Пелевиным. Закралась мысль, а вдруг Князь Процент это на самом деле альтер-эго Пелевина. Но одно можно констатировать точно. Роман Князя Процента 69 плюс минус 1 равно адхок никого не оставит равнодушным. Книга это просто полнейший трэш. Знаете, в какой-то момент мне стало страшно того, что, блин, а вдруг такие люди есть, как он. И все, что мне хотелось спросить у автора этой прекрасной книги, это... What the fuck? Роман Князя Процента 69 плюс минус 1 равно адхок главная литературная загадка года. Это либо какое-то безумие, либо абсолютно гениальная вещь. Так что ныряйте по ссылке в описании и убедитесь сами, насколько это офигенная книга. А пока на повестке дня лига выдающихся джентльменов. Суть сюжета, если кратенько, в 1899 году один чертила в маске с погонялом фантом проводит диверсии в разных странах под личиной других государств, чтобы стравить эти самые страны между собой, дабы развязать мировую войну. И вот для предотвращения такого масштабного события некий персонаж от имени королевы Британии нанимает людей с неординарными способностями, чтобы остановить злодея. Как-то так. В 1899 году компании 20 век Фокс еще и в проекте не было. Она появилась только в 1935. Под покровом ночи фантом на танке британской модели МК-4 нападает на Банк Англии, чтобы выкрасть архитектурные планы Венеции. Хорошо, но учитывая, что позже нам станет известно, что всю свою передовую технику фантом собирает в горах Монголии, хотел бы я знать, каким образом этот драчила сумел потихой доставить танк в центр Лондона. Да и до появления первых танков МК-4 еще так-то 17 лет. И я не знаю, кем надо быть, чтобы стрелять по сейфу и двери в упор из танкового орудия. При этом дверь всего лишь деформируется и слетает с петель, словно ее тараном выносили, а не пушечными снарядами. Немцы носят шлемы эпохи Второй мировой войны. Угу. Фантом приказывает одного из англичан оставить в живых, чтобы тот сумел подтвердить, что на Банк совершено нападение немецкой армией. Одного оставить в живых для допроса. При этом выживший сумел для газетчиков с точностью до мельчайших деталей описать конструкцию и вид танка. Следом фантомчик уже в Германии под видом английской армии устраивает диверсию. Ведь нет ничего проще, чем протащить в чужую страну новое вооружение, личную армию солдат, английскую военную форму, захватить ученых и уничтожить завод по производству дирижаблей. Пуканы у англичан и немцев раскалены до красна. Мир на грани войны. А стало быть, пора собирать отряд мстителей образца начала 20 века. Первым в списке Алан Квоттермейн, охотник и путешественник, доживающий свои дни где-то в доме престарелых в Африке. Где не успев толком пообщаться с представителем английской короны, по чистой случайности именно в этот момент объявляются шестерки фантома. С твердым намерением отправить пенсионера Квоттермейна на тот свет. Из первых секунд перестрелки 73-летнего на тот момент Шона Коннери во всех более-менее активных моментах подменяет дублер. Да еще и фильм от начала и до конца будет держать зрителя за полного идиота, заставляя героев картины объяснять нам очевидные вещи. Они не выязвимы! Нет, это просто броня! Да ладно. Трое вооруженных упыря укрылись за колоннами? Думаю, будет неплохой идеей выйти на открытое пространство. Ой, блять, у них автоматы. Все-все, сваливаю опять в укрытие. Да, и автоматическое оружие в 1899 году? Спасибо, что хоть не лазерное. Где же они взяли автоматические винтовки? Автоматическое? Это автоматическое? Да ладно. Ну а в целом шестерки стандартная никчемная косостреляющая косо бросающаяся фуфло. Если променяли про кого-то из вас, скажут, что он фуфло. Ну зачем тогда жить? Действительно, жить таким незачем. И старик Вотермейн насаживает предпоследнего дурачка фантома на рок торчащие стены. Учитывая, что перед этим броню киллеров пули не брали, то это какую невероятную силу надо приложить, чтобы рок прошел насквозь бронированный панцирь со спины и груди. Ну, он так далеко. Да, его не достать. Слышь, рыженький, кончай подсирать. Мы и так уже поняли, что старик не пальцем деланный. И что мешало наемнику проглотить яд, как только он был ранен? А не дожидаться, пока его схватят африканцы? А если бы его сразу по рукам и ногам связали? Это был яд. А мы-то думали, он чупа-чупсом закинулся. Пришли грохнуть одного человека, но как же отказать себе в удовольствии и мимоходом ухачить целое здание? И вот Квотермейн уже в Лондоне, знакомится с нанимателем. Начальники зовут меня Эм. Эм. Мудар. И с прибывшими членами лиги, местный Тони Старк или капитан Немо, невидимка, который вместо того, чтобы просто надеть плащ, шляпу и очки, постоянно мажется гримом, в чем нет необходимости, кроме как сэкономить деньги на спецэффектах. Следом объявляется жена Джонатана Харкера, главного героя романа Дракула, Вильгельмина Харкер, с какого-то перепуга здесь ставшая вампиршей. Но никак не проявляющая данного качества, и даже лидер лиги Квотермейн, спросив, в чем ее уникальность, не получив ответа, берет в команду. Наверное, подумал, ладно, если что, будет нам борщ варить, да труханы стирать. Немо не упускает возможности похвастаться своей довольно крутой и стильной машиной, дизайн которой вряд ли бы кто-то бы смог разработать во времена викторианской Англии. Ну да ладно, отряд отправляется подвязать следующего члена лиги. Нас прислал к вам Эм. Пошел нахуй. Ну, примерно так Дориан отказывает, пока не замечает свою старую подружку. И сразу же перебывается, и тут ляп с гримом Скиннера, человека-невидимкой. В штаб-квартире Эм он намазывает грим только на лицо. Когда же они едут в машине, гримом покрыта вся голова и шея. В доме Грея грим снова только на лице. И раз видно, как по пищеводу Скиннера разливается виски, стало быть, все вещества, которые не являются частью его организма, будут видны внутри его тела. Таким образом, любая пища, которую он проглотил, а также... Говно. Должны быть постоянно видны. Герои выясняют, что сын Джека Воробья, то есть Дориан Грей, оказывается бессмертный. Как тут же объявляется вторая партия никчемного мяса главного злодея. Среди которых зачесался совершенно левый чел, сочувствующий нашим героям. Вот этот вот парнишка, который где-то за кадром сумел пешком проследить за единственной машиной в Лондоне. Да, и вот интересно, каким это образом он занял место одного из солдат Фантома. Оглушил стрелка и занял его место. Да, и когда командир отряда раздавал указания, где и как занимать позиции, никто, включая командира, не заметил, что среди них совершенно левый пацан. Пацан производит один выстрел, но повалились сразу два солдата. Раз еще сценарий не позволяет демонстрировать свои вампирские способности, мина позволяет капитану Немо укрыть себя от перестрелки как простую смертную. Короче, джентльмены по классике всеми возможными способами имеют солдат Фантома. Несмотря на то, что у тех численное преимущество, выгодная позиция на возвышенности и автоматическое оружие, которым они, разумеется, толком не в состоянии пользоваться. До Фантома доходит, что он облажался по полной, пытается по-быстрому сдриснуть, и где во благо сюжета сначала меткий дед влажает, а затем и не менее меткий пацан, который только что валил солдат пачками, стремительно косеет и кладет пули только под ноги главгаду. Куда же без этого, если злодей на секунду скрылся из глаз, преследовать его не имеет никакого смысла, так как он бесследно растворяется в воздухе. Скиннер во время потасовки смыл весь грим с лица, сразу после окончания драки уже снова весь размалеванный. Грей тоже, походу, мастер быстрых рук. Стрелок изнахратил ему весь его стильный голубой костюм, но через минуту Грей появляется в точно таком же новом. Бойня закончена, но тут совершенно неожиданно... На что он надеялся? Нет, чтобы лежать потихо, и пока вся эта пи*** братья не свалит отсюда, а потом спокойно встать и пойти в ближайший попиво хлистать. И что мешало Мини сразу же разделаться с этим тупорогим кретином? А не дожидаться, пока он там дождется, пока все члены лиги оружие уберут. После первого укуса весь рот мины перепачкан кровью. После второго укуса вся кровь вокруг рта исчезла. Едем дальше. Кстати, а что это за пацан-то? Особый агент Сойер, американская разведка. Так в Америке знают об этой ситуации? Война, начавшись в Европе, может перекинуться через океан. Да, и поэтому послали пацана, у которого еще и молоко на губах не обсохло, и который при первой же возможности умудрился по полной обкакаться. А я не чую. Гигантская субмарина Наутилус, плавающая по реке Сена, а чуть позже по венецианским каналам, со стороны создателей кажется издевательством. Видимо, их не посещал вопрос, как в случае необходимости лодка должна разворачиваться или маневрировать. Да и глубина от той же реки Сена в среднем 9 метров. А тут только надводная часть подлодки с пятиэтажный дом. Далее, в Париже героям требуется поймать доктора Джекела. Насколько я знаю, у доктора было раздвоение личности. Или что-то вроде того. О, оказывается нет, он мутировал до какого-то верзилы. Причем сделали мутанта в резиновом костюме на худосочных ножках. Блеск. Ну и конечно же, надо ловить доктора, когда он под действием стероидов. Навестить доктора утром, когда он в человеческом обличии, для Лиги не по-пацански. Ээээ, то есть Сойер не в курсе, что именно они сейчас делают? То есть Лиги начали охоту на Хайда, даже не посвятив детали операции Сойера? Ну пи***ц, красавчики. Базара нет. Ну и разумеется, Хайд, как заскриптованный чебурашка, скачет только в том направлении, где установлена для него ловушка. Ни черта себе шляпка! Откуда она у доктора Джекела? Неужели кто-то согласился сделать для него шляпу такого гигантского размера? Смысл Грею выщипывать брови, если его бессмертное тело тут же должно сгенерировать удаленный волосок. Экипаж Немо, те еще самоубийцы. Хайд вполне себе надежно скован цепями. Но эти смельчаки один хрен норовят подойти как можно ближе, чтобы получить живительную пи***лину. Я хотел бы поглядеть, кто и как сковал Хайда цепями после того, как его затащили на лодку, если он все время был в сознании. Вы меня поцарапали! Через перчатку? Штукатур-маляр над нами издевается, что ли? Как и вампирша, стоит на солнце и даже очко не жим-жим. Походу с нее и пошло семейство Каллинов. Ты прекрасен! Не гони пургу! Вот, вот кто прекрасен! Герои держат путь в Венецию, чтобы предотвратить теракт на саммите глав ведущих держав. И пока протекает путь, Сойер учится стрелять у несгибаемого ветерана Шона Коннери. И между делом пытается подкатить яйца к любящей пососать кровь дамочки. Если во время пути вам потребуется помощь, миссис Харкер, я много что делаю. На что получает недвусмысленное... Пошел, муку, тушара дырявый! Параллельно на лодке шакалит тупоголовый шпион, пытаясь заснять технические нюансы наутилуса. Почему тупоголовый? Ну а кто еще оставит отработанный порошок после вспышки на месте съемки? Я определяю, что за порошок нашел Немо. Магнезиум фосфорус. Тографы используют его для вспышки. И вот непонятно, почему Немо отдал изучать порошок вампирши, если пока неизвестно, кто шпион. И вполне вероятно, что и может оказаться имина. Неужели у Немо, способного строить технические средства за гранью возможного, нет в команде своего химика? Далее тайный шакаленок крадет у Джекила эликсир Халка. Так как доктор Джекил, зная насколько опасен его эликсир, даже дверь в каюту не запирает. Да и сундучок без должной системы защиты. Да, бомбисты Фантома, конечно, потрудились на славу. Да вот только достаточно было заложить бомбу у основания колонн, а не сеять все дно словно горохом. И где были все власти Венеции, когда тут всякие подводные прошмандовки дно минировали? Герои, ясень-пень, не успевают найти бомбы. Начинается разуплотнение Венеции. Лига за секунду рожает гениальный план спасения. Бомбы заложены в центре города. Изолируем одно здание. Да, чтобы пресечь ход цепной реакции. И хрен бы с планом. Но как можно было рассчитывать, что после подрыва здания будут продолжать рушиться исключительно в той последовательности, чтобы добраться до здания, где проходит саммит? К чему такой замудренный непредсказуемый сценарий? Учитывая, насколько Фантом технически оснащен, что мешало просто уничтожить именно здание саммита и не заниматься всей этой хуепертей? Сойер, впервые сев за руль первой машиной в мире, в одно мгновение познал искусство вождения не хуже Доминика Торетто. Да я круче лысого. Да вот хрен тебе на воротник, чтобы шея не потела. После такого, имеет ли смысл уточнять, откуда Сойер знаком с расположением улиц Венеции, что так смело на полном ходу прет и не попадает ни в один тупик? И куда подевались все жители Венеции? На улицах, кроме автоматчиков, Фантома ни души. Хрен поверить, что все 100% жителей города ушли на карнавал. Когда Грей и Аллан спрыгивают с тачки, они просто встают на ноги и бегут по своим делам, не сделав даже ради приличия хоть пару кувырочков, хотя скорость машины, будь здоров. У Сойера кончается дорога именно в том месте, где он так удачно выходит на точку для запуска ракет. И подождите, Немо в 1899 году уже открыл технологию реактивных двигателей? Хренов донатер. После такой аварии на кабриолете, на Сойере естественно не царапины. И находясь прямо в точке попадания ракеты, в следующем кадре телепортируется к своим на пристань, даже не закопченный. О, так Аллан разглядел в подворотне фантома, решил его догнать и попросить прикурить. Вот на кой черт тот притащился в самый эпицентр крушения Венеции? Зачем так подставляться, зная, кто против него играет? Не мог пару толковых заместителей послать все проконтролировать? И что за дебил этот фантом? Наводнил Венецию своими людьми, но оставить себе пару человек в телохранителе не догадался. Более того, его солдаты оснащены автоматическим оружием, а он расхаживает с ножичком. Придурок. В этом можете не сомневаться. Само собой, кроме несмертельного удара в плечо, другого места в теле Квоттермейна не нашлось. Ну здравствуй, жопа, Новый год, сюжетный поворот. Наниматель лиги и есть фантом. Заебись, а шоколистый шпион Дариан Грей, который в силу своей никчемности даже в упор Старпома застрелить не смог. Это был Грей, а не Скиннер. Да ладно. Грей нас провел. Может еще раз повторишь, а то мы с первого раза не вкурили, что Грей и есть тот мутный крот. Грей отжимает у Немо личный батискаф и спокойно отчаливает на неизвестные муть техники. Наверное, так же, как и Сойер на подсознательном уровне овладел. Следом на лодке находят пластинку. Ну да, изобретатели ракет, ракетного топлива, мини батискафов, даже радар GPS, а вот пластинки называем звуковой диск. На звуковом диске господин М, он же Фантом, он же профессор Мориарти. Короче, Мориарти клишировано разжевывает героям все свои коварные планы, в надежде, что те уже обречены на смерть. Мне нужны вы, вы все. Даже усталый старик Квотермейн, ведь он сможет поймать Хайда, а этого не мог никто. В грядущей войне у меня окажется мощнейшее оружие на свете. Данные членов лиги, частицы вас. Ммм, круто. Тогда смысл было устраивать покушение на Квотермейна в Африке, если он был нужен, чтобы поймать Хайда. И зачем было устраивать нападение на лигу в доме Грея? Ведь солдаты могли убить выдающихся джентльменов, не получив образцы их суперсилы. Что не пояснение сюжета, так куча новых дыр. О, так он еще и через перчатку у него кусочек кожи содрал? И почему кожа видимая? Или скиннер еще и руки пудрит, а затем перчатки надевает? Вот только нахрена? Еще прикол. Грей установил на Наутилусе три довольно большие бомбы. Каким образом он их пронес на борт? Неужели Немо, впервые видя Грея и всех остальных членов лиги, позволил им пройти на борт своего детища без какого-либо досмотра личных вещей? Начавшееся затопление лодки легко локализуется мистером Хайдом, который почему-то не пускает под водой пузырей. После чего почти затопленная лодка также легко восстанавливается за несколько дней прямо в море. Главное стол на место поставить. Молодцы. Все молодцы. Молодцом. Молодцом. Все молодцом. А вот три огромные пробоины заварены где-то за кадром, и лодка уже свободно ныряет и всплывает в монгольских озерах, где как раз и притаилась основная база Мариарти, которую для лиги высветил невидимка Скиннер. Так удачно спрятавшись на батискафе Грея, и несколько дней, видимо, не ел, не пил и ходил голым, чтобы не попасть в поле зрения врага, и при этом не окочурился. Наутилус? Наутилусы? Их уже восемь. За четыре дня, пока герои добирались до завода, Мариарти создал восемь наутилусов? Пи***ц. По нескольким фото, что успел сделать Грей? Пи***ц. В труднодоступном месте для подвоза ресурсов? Пи***ц. Еще и успел вывести рабочие образцы эликсиров невидимки и Хайда? Пи***ц. Чтобы взорвать крепость, туда надо пробраться. Нахуй я, если у Немо есть ракеты средней дальности, обстреляли бы крепость расстояния, делов-то. Портрет у вас в комнате. О, а Грей-то, оказывается, терпила, как их поискать. Мариарти пизданул у него портрет, а тот, как послушная шавка, принялся на него батрачить. Хотя, имея при себе скилл бессмертия, мог в одну пачку расчехвостить все ОПГ Мариарти, самого Мариарти взять плен, зажать яйца в тиски и выпытать, где портрет. Лига без проблем проникает на завод, так как секретный объект охраняется соответствующе. Немо, словно Стив Роджерс, одной левой валит мужиков в броне, а очнувшийся солдат о проникновении врага не поднимает, тревогу не докладывает своему командиру, а бежит напрямую к Мариарти, потому что даже охраной занимается лично босс. Ей благоизм нарастает. В следующем цеху Немо уже уворачивается от пуль и рубит защищенных броней солдат своей сабелькой, а опытный боевой мужик, взяв на мушку непредсказуемого главнюка, принимается точить лясы, пока тому кто-нибудь не придет на помощь. Да и Сойер мог бы по сторонам глядеть и быть на чеку, пока Квотер Мариарти на словах опускал, вроде как на вражеском объекте находятся. Двое бессмертных приступают выяснять, чье кунг-фу сильнее. Грей добивается успеха, но ему не хватает мозгов сделать контрольный выстрел в виде отрезания башки вампирши, за что тут же получает ответку от воскресшей мины. Ну и понятно, не успела у Пыриха поднести картину, как Грей принимается на нее пялиться. Мог бы хоть маленько посопротивляться, зажмурился бы хоть что ли. Да, и картина Дариана Грея слишком велика, чтобы вписаться в то пространство на стене в ее доме, которое было ей отведено. Жаль Дариана, единственный персонаж, который хоть что-то из себя представлял и не был массовкой для персонажа Шона Коннери. Хм, тот же актер Ричард Росбрук, тот же бег по туннелю. А ну-ка. Скиннер? Порядок, это Скиннер! А ты что тут делаешь? С чего ты взял, что это Скиннер? А с чего ты взял, что противника первым делом нужно предупредить, что ты не Скиннер? Очередной тупой имбицил, который даже будучи невидим, не в состоянии посадить на нож американского мальчика. Пацан ни хера не умеет оценивать обстановку и жгет драгоценные патроны почем зря. Объявляется наш невидимка и спасает Сойера, пробив железному человеку резервуар с газом обычным ножом. При этом Скиннер вспыхивает как факел. Но простите, он же голый, а кожа человека сама по себе не горючая, если она только не облита бензином. Параллельно в соседнем павильоне разбушевалось два куска компьютерной графики, у которых хватает тямы только до бесконечности бить друг другу ебальники да швырять друг друга куда подальше. На помощь Хайду приходит капитан Немо, который демонстрирует нам, что он явно сделан из вибраниума. Перед штурмом Квоттермейн приказал брать Мориарти живым, чтобы доказать все его злодеяния. Теперь вдруг передумал. Хотя трудно винить деда, когда какой-то кретин пытается тебя грохнуть. Тут и не сложно мнение поменять. Но Грек засчитаю за то, что подоспевший вовремя взрыв мешает деду довершить начатое. Зато спасает попавших в ловушку Джекила и Немо. И заодно избавляет их от недоношенного Халка. Если вдруг запор пришел, и какашка не идет, гуталакса ебани, мигом все пройдет. Ну вот, есть идеальный шанс грохнуть Мориарти. Но нет, нужно выждать время, пока кто-нибудь все не испортит. Далеко! Не спеши. Чего не спеши? В какой это вселенной, чем дальше цель, тем легче ее поразить. И когда это Мориарти успел съебать так далеко, если Сойер секунд через пять подошел к окну, как Мориарти спрыгнул с него. А сам Мориарти, прекрасно зная, что в замке остались два очешуительных стрелка, даже не думая для верности малость попетлять. Ну, такому только и остается пожелать. Что ты сдох, урод? Он убит. Поебись. Четко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok